Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Западной Армении, члены правительства и депутаты почтили память Мисака Манущана в Париже. Сегодня день рождения генерала Андраника. К концу 2020 года в Степанакерте должно быть готово 500 новых квартир. Армянские врачи спасают жизни в Алеппо. Представитель Минобороны РА опубликовал фотографии. По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва мины в Сирии. Совместные военные действия России, Турции и Ирана в Сирии не предусмотрены. Лавров. Новые российские надписи на стенах одной из армянских церквей в Константинополе. 24 февраля президент Западной Армении Арменак Абрамян, члены правительства и депутаты, в том числе Басам Тахан, член парламента Западной Армении после призыва Ассоциацией бывших солдат и партизан армян, присутствовал на торжественной церемонии, посвященной 75-летию со дня смерти Мисака Манущана и его товарищей по оружию. Мисак Манущан родился в 1 сентября 1906 года в селе Адияман Западной Армении. Пережив геноцид против армян, он стал борцом французского движения, сопротивления против нацизма и внес большой вклад в освобождение Франции со своими товарищами. После возложения венков участники также подошли к могиле Арсена Чакаряна. В ходе обмена мнениями с некоторыми из гостей Басам Тахан, который был официально избран гражданами Западной Армении, депутатом высказался по поводу ситуации с утопистами. Нападения отрицателей, фальсификации, презрения, оскорбления, антидемократические и даже дискриминационные нападения стали обычным явлением для западноармянских политиков. Даже во время официальных церемоний, но это реальность, которую необходимо обсудить в рамках будущих сессий парламента Западной Армении и в борьбе с расовой дискриминацией в отношении армян Западной Армении, представить надлежащие ответы. В парламентарии Западной Армении и воины ветераны высоко оценили этот шаг господина Басама Тахана в день почтения памяти Мисака Манущана. Сегодня день рождения Завровара Андроника. Андроник Озанян родился 25 февраля 1865 года в городе Шопингарасихар Западной Армении. Через год после окончания колледжа Мушики он провел год в тюрьме за избиение турецкого жандарма, который устрашал армянское население. Успешно сбежав из тюрьмы, Андроник перебрался в Константинополь, но вскоре вернулся в Западную Армению, а затем перебрался в Крым и на Кавказ, чтобы доставить оружие вооруженным группам Западной Армении. В Западной Армении Андроник вступает в отряд известного федоя Сиропа Вартаняна Ахпюр-Сыров и становится признанным лидером нескольких партизанских отрядов, борющихся с турецкими погромщиками и регулярными воинскими частями. Возглавлял убийство Пшара Халила, который убил Ахпюра Сиропа, осуществил военную операцию против турецких войск и монастыре Муша 1901 года. Отряды Андроника сражались против турок и Курт в Сосуне, Тороне и Воспуракане. 16 по 18 мая 1918 года дивизия генерал-майора Андроника недалеко от города Воронцовка сдержала османские войска. В битве при Лори с 25 по 28 мая 1918 года Андроник перервал основную атаку турецких войск в направлении Дилижана, в результате чего турецкое войско было вынуждено покинуть большую часть горного региона Лори. Велика роль Андроника в защите Зангезура. Войска Андроника оставались главным препятствием для оккупации Кавказа турками, но в результате политической реорганизации и несогласия с властями Армении он покинул ее. Андроник Озанян провел последние годы своей жизни в США и умер в 1927 году. 31 августа он был похоронен на кладбище Арарат во Фресно. В январе 1928 года его тело было перевезено в Париж и на кладбище в Пер-Ла-Шес. А в 2000 году он перевезен в Пантеон Яраблур. В Степанакерте предполагается построить два новых жилых района – многоквартирные дома. Об этом на пресс-конференции сообщил министр градостроительства Республики Арцаха Карен Шахраманян. Министр отметил, что в целом в пяти, семи и девятиэтажных домах будут 200 и 300 квартир. Министр также сообщил, что в соответствии с программой жилищного строительства предусматривается строительство новых многоэтажных жилых районов – в Аскеране, Мартуни и селе Кармир Шука. Армянские врачи спасают жизни в Алеппо, заявил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян на своей странице в Facebook и опубликовал фото работы армянской гуманитарной миссии в Сирии. Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованисян заявил, что во время своего визита в Сирию директор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян встретился с бывшим государственным чиновником, политологом Ехия Авейдой и директором Центра ООН по разминированию в Сирии Ахмадом Джавиди. По меньшей мере, 24 человека стали жертвами взрыва на территории сирийской провинции Хама, передает агентство САНА. Погибшие мирные граждане рабочие, они ехали в автобусе, который подорвался на мине. Взрыв произошел близ населенного пункта Саламия в районе Вади Аль-Азиб. Совместные военные действия России, Турции и Ирана на территории Сирии не планируются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. У нас не планируется совместные военные действия России, Турции и Ирана на территории Сирии, отметил Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам. Российская Федерация, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии. Министр пояснил, что РФ Иран действует на территории Сирии по приглашению легитимного правительства Арабской Республики. Ранее турецкий лидер Раджеп Тайпер Даган не исключил совместные операции Турции, России и Ирана против радикальных группировок в сирийском Идлибе. Константинопольский патриархат Армянской Церкви на своей официальной странице в Facebook сообщает о новом акте вандализма. На стенах и порогах Армянской Церкви Святого Архангела в Балатском районе Константинополя появились надписи и рисунки, где содержатся ненавистнические высказывания и расизм. Армянский патриархат отметил, что упомянутые надписи написаны на английском и арабском языках. Видео и фотографии были отправлены в полицейский участок. Напомним, что недавно произошел еще один похожий случай с Армянской Церкви в районе Баккиркёй. Стены церкви были полностью покрыты граффити и надписями. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Хач Андраник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!